Я просто офигел с подарка, который нам дадут в седьмом сезоне. Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Лично мне не повезло и выплат цифра 6. А что выплат тебе? Прямо сейчас ставь лайк и пиши в комментариях. Ребята, всем привет! С вами снова я, Декс, и на сегодня в данном видеоролике мы с вами поговорим про седьмой сезон, а также про подарки, которые там будут. Также пробежимся по прошлым подаркам и посчитаем, сколько их вообще всего было в сумме. Ну а если именно ты хочешь получить от меня данные АКР, то все, что тебе нужно сделать, это просто поставить лайк, подписаться на мой ютуб канал с колокольчиком, а также подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Итоги будут уже на 4,5 тысяч подписчиков там, поэтому быстрее участвую. Ну а теперь давайте приступать к данному видеоролику. Берите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Ну а на Gigi Сэндов уже появилось волшебное обновление. Забирай мой промокод, который подарит тебе плюс 20% к депозиту. Для этого выбирай удобный способ оплаты и вводи мой промокод. После пополнения обязательно залетай в лавку оливандера и обменивай галеоны на крутой приз. Чем больше обменяешь, тем круче и дороже получишь скин. А также открывай ивентовые кейсы, получай энергию и сражайся с Волан Де Мортом. Ну а специально для тебя у меня есть промокод на бесплатный кейс. Обязательно крути его и получай годные скины, выполняй задания Ордена и покори топ. Чем больше заданий, тем больше голды. Ну что же ребята, давайте совсем немного углубимся в историю нашей любимой игры Стэндов 2 и посмотрим на ее первоначальный этап и историю ее создания. Сам Стэндов 2 вышел 17 апреля 2017 года на Android и 28 марта 2018 года на iOS. И как вы все понимаете, по самому старту игры подарков никаких не наблюдалось. Ведь там от слова совсем никто не играл. Но уже спустя 10 месяцев после релиза на платформу iOS, увидев, что игра действительно развивается и в нее с каждым днем приходят новые люди и блогеры, разработчики подарили нам даже на данный момент самый дорогой и значимый для всех подарок, а именно коробочку под названием Giftbox. Думаю, в представлении он не нуждается, ведь его и так все знают. На тот момент его дали всем игрокам абсолютно бесплатно, но при условии, что аккаунт должен был быть зарегистрирован до обновления с подарком и следовательно все игроки, создавшие аккаунт позже, уже никак не могли его получить. Только если купить его с рынка за 20-30 голды на тот момент, я, если честно, вспоминаю эти времена со слезами на глазах, ведь это реально самая жесткая инвестиция до сих пор, которая с каждым днем все больше и больше растет. Я помню, что у меня даже было целых 10 аккаунтов с данными гифтбоксами, которые я все открыл. А играли ли вы в тот момент и что вы сделали с этим подарком? Обязательно напишите в комментариях, ведь мне будет очень интересно почитать и поностальгировать по тем временам. Второй подарок пришел нам уже спустя более двух лет от первого подарка, а именно дали нам его 28 октября 2020 года. Это был Charm за игру в первом сезоне, и дали нам его, когда вышел именно второй сезон в игру. Да, это не особо можно посчитать за подарок, но все же это бесплатно, и вся его суть в том, что разработчики дали лишь нам мотивацию и намек на хорошую игру ради того, чтобы в следующем сезоне получить подарок высшей редкости. Третьим подарком стал тоже Charm, но уже за игру во втором сезоне, и его название было Revival. Данный подарок нам дали 22 июля 2021 года с выпуском нового третьего сезона Dragon Rise в игру. Как бы с намеком на то, что сезон подошел к концу, и следующий подарок мы получим только лишь по окончанию данного третьего сезона. Но вот и нет, и четвертый подарок далеко от него не ушел, и дался одновременно с этим Charm, и это уже был Shield за игру в клановых битвах по итогу второго сезона. Не дали нам его в первом сезоне, потому что кланы появились лишь во втором, и опять же нам дали мотивацию апать как можно большое звание в клане с вашими союзниками. Ну а кто до сих пор не в курсе, Shield это как наклейка, только его можно отклеивать и заново наносить на любое оружие, и делать так постоянно, а вот на рынке продавать никак нельзя. Юбилейным пятым подарком стал Charm Gift Box. Это как бы мини-шутка от наших разработчиков. Сделали это для того, чтобы порофлить над игроками, которые скучают по первому подарку, который уже на секундочку стоит более 30 тысяч голды. Лично мне сам Charm не особо понравился, ведь его форма и размер оставляет желать лучшего. Ну а дали нам данный подарок накануне нового года, а именно 23 декабря 2021 года. Шестой и седьмой подарок, это были уже два Charm за игру в третьем сезоне Dragon Rise. Дали нам сразу их два, потому что в третьем сезоне появились режим напарники, который как и режим матчмейкинг игрался на рейтинг, и именно для мотивации играть в эти два режима, количество подарков решили удвоить. Это были Charm Dragon Rise 2 на 2 и Dragon Rise 5 на 5. Все эти Charm зависели от вашего максимального звания в двух ранее названных режимах и выглядели очень сочно. Восьмой подарок был также в третьем сезоне, и это по традиции был подарок за клановые битвы, а именно Шилдик. Он прям так и назывался, Шилд Dragon Rise. Смотрится он очень круто, и я очень жалею, что тогда его не получил. Ну а девятым подарком был уже эпический Charm Gift Box, только уже с более проработанной детализацией и задумкой, нежели в прошлом таком подарке на прошлый новый год. Дали нам его 25 декабря 2022 года, прям под новый год с выходом обновления, и на нем был изображен кролик, потому что 2023 год это именно такой год. Ну а так, могу похвалить разработчиков, что они связывают нашу игру с такими символиками, и с каждым разом делают это все круче и круче, и это реально очень круто. Десятым и одиннадцатым подарком были Charm за игру в четвертом сезоне под названием Легенд. Здесь происходит такая же ситуация, и нам дали сразу два Charm, а именно за ММ и напарники по отдельности. Редкость и цвет зависело от вашего максимального звания в ММ и напах в том сезоне, а суть его получения была очень проста. Вам просто нужно было отыграть минимум 10 матчей в одном из названных режимов, и вы его уже гарантированно получали. Ну а дали нам эти Charm 3 апреля 2023 года. Двенадцатый подарок на очереди. Угадайте, что же это было, и это у нас тоже за четвертый сезон, и по традиции Шилд Легенд за клановые битвы. У меня его также нет, и это очень обидно. А если он у вас, обязательно напишите в комментариях. Выдали нам его также 3 апреля 2023 года, с приходом пятого сезона Фейерборн в нашу игру. Тринадцатым и четырнадцатым подарком стали Граффити 6 Ерс и Шилд 6 Ерс. Они давались абсолютно всем игрокам бесплатно, за то, что они играют в нашу игру, и давали его в честь шестилетия нашей игры. Данные серебряные шилды многие игроки забагали, и теперь они у них далеко не в размере одной штуки. Ну а также был шилд 6 Ерс Гоу, только он был выдан только 50 игрокам, которые приняли участие в конкурсе от разработчиков, и выиграли в нем. Только этот шилд уже никак не багали, и они лежат только у победителей в инвентаре, что придает ему безумнейшую ценность. Пятнадцатым и шестнадцатым подарком были чармы Фаерборн 5 на 5 и Фаерборн 2 на 2, и они давались по окончанию пятого сезона за режим ММ и напарники. Ну а также семнадцатым подарком был шилд Фаерборн за клановые битвы. К сожалению, скрин я найти не смог, но я уверен, что они давались игрокам, которые аппали в этом режиме званье. И у многих они сейчас находятся в инвентаре, и есть ли они у вас, обязательно напишите в комментариях, и скиньте мне данный скрин в ТГ. Восемнадцатым и последним на данный момент подарком стал чарм в виде дракона, держащего гифтбокс в руках, дали нам его в этом новогоднем обновлении, и смотрится он реально очень круто. Ну вот мы и поговорили про все подарки, которые были ранее в нашей игре Стэнд оф 2. На данный момент их уже никак нельзя получить, и они останутся лишь у нас в памяти в нашем инвентаре. Ну а что же будет в седьмом сезоне? Там нам дадут сразу четыре подарка. Да-да, именно четыре, потому что первые два, это будут чармы за игру в режиме матчмейкинг и напарники, после чего это будет шилд за игру в клановых битвах с вашими союзниками, а также это будет подарок на семилетие игры, и по традиции это будет шилд, либо же граффити, или и то, и то. Пока что точно сказать нельзя, и все будет зависеть от разработчиков нашей игры, а также если я забыл про какие-то подарки в данном видео, то обязательно напишите об этом в комментариях. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу, не забывайте про лайк и подписку на мой ютуб канал с колокольчиком, а также про розыгрыш данного АКР Некромансер Статрек в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях, я жду новый подарок, и к этому предложению добавь свой игровой айди от аккаунта в стенд оф 2, и спамятся сообщения 100 и более раз в комментариях под данным видеороликом, ведь среди вас я выберу несколько комментаторов, и положу им либо новую акцию, либо же 500 голды на аккаунт. Чем больше комментариев, тем больше именно у тебя шанс на победу. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока!